Привет подписчики и не только! В этом видео я расскажу про подготовку дверей в автомобиле Opel Astra GTC. Что на двери наклеено, какая шумка, какая вибра и состав системы. Система двухполосная, какие пищалки и какие мидбасы. Итак, значит про подготовку двери. Наклеена виброизоляция STP Gold, толщина у нее 2,3 мм, если мне не изменяет память. Наклеена по всей карте двери, очень плотно и хорошо укатана. Внутри двери наклеена тоже такая же виброизоляция. Не везде, конечно, но в большинстве мест, куда смог достать рукой. Потому что это все металл, технологические отверстия только вот здесь. Вот здесь и, собственно, где стоит динамик. Пойдемте постучим по двери, посмотрим, где она наклеена, а где похуже. Так, значит внизу вот пошло. Здесь везде наклеено. Здесь вот и пошло тоже. Сверху, конечно, здесь похуже, здесь я не достал. Вот здесь начинается тоже наклеено. Здесь вокруг ручки. Вот тоже все заклеено. То есть где-то вот в этом месте ее нету получается. Значит, поверх виброизоляции наклеена шумоизоляция. Как материал этот называется, я не помню. Да и неважно, он такой мягкий. Почему наклеена половина? Ну, собственно, сколько у меня материала оставалось. Для чего я еще тогда использовал, я уже не помню. В общем, наклеена половина двери. Я так катался долгое время. И так как сейчас снова разобрал, то я докупил лист и эту половину я тоже заклею. По проводам, что можно сказать. Значит, в дверь заводил я два провода. Один под МИДБАС. МИДБАС, это ДАКС 2,5 квадрата. И его тут нету. Он внутри, соответственно, двери идет. И сразу к динамику подходит. И вот это провод под пищалку выведен. Через штатный уплотнитель резиновый. Провод тоже ДАКС 1,5 квадрата. Так, что еще за провода я хотел сказать? Где я пропускал их через металл двери? И вот штатный разъем электрический. Он отстегивается. Но сейчас разбирать я не буду. И там есть свободные контакты без проводов. Их засверливаешь и через них протаскиваешь провода. Собственно, сделал я это с трудом, потому что там очень мало места. Там всего несколько свободных контактов, которые не используются. Ну, просто пластик тупо. Туда вот с трудом пролезает провод, по крайней мере, от ДАКСа, который у всех изоляция разная. Вот от ДАКСа пролезает 2,5 плюс 1,5 квадрата. И больше, к сожалению, туда уже через этот разъем не засунуть. Подиум. Так, значит, расскажу про него. Сделан он из МДФ. Сверху и изнутри все это промазано эпоксидной смолой. Все это очень жестко и болтами крепится в трех местах. Это к металлу. Значит, штатный раз. Значит, где он? О, не видно. Вон он. Это два. Это все штатные отверстия были, где раньше стоял динамик. И третье, вон там, внутри его не видно. Оно прикручено изнутри, когда динамик снят. Блин, не помню, как эта штуковина называется. Короче, врезана металлическая фигня с резьбой сюда в МДФ. И с обратной стороны все это дело через шайбу прикручено. Все это держится очень крепко. Так, значит, подиум с доворотом сделан. Все это тщательно вымерялось, по тысячу раз примеривалось, чтобы все подошло сантиметр в сантиметр, или миллиметр в миллиметр, как ходить. В общем, он с небольшим доворотом на слушателя. И расстояние между динамиком получается и обшивкой двери, оно минимальное. Там порядка одного сантиметра получается. То есть так это все подогнано. И динамик смотрит ровно в штатный гриль. Потому что изначально это было не так. Так, а динамик, когда был родной перекрученный металл, он достаточно сильно был смещен относительно сетки в обшивке двери. Сейчас это сделано так, что динамик четко смотрит прямо в сетку. Так, ну и динамики, которые установлены, это Герц EV165L и пищалка Kix ND25S, что ли она называется. Значит, под видео прикреплю ссылочку с другим видео, в котором про эти динамики я рассказывал. Про свои ощущения, как они звучат и так далее. Хотел в этом видео рассказать, но вот так как в другом я уже про них рассказывал, что повторяться. Так, теперь давайте расскажу про карты дверей, что с ними я делал, вот как их подготавливал. Давайте посмотрим теперь, как выглядит обшивка с обратной стороны. Здесь наклеена кусками виброизоляция. Это клеил я тоже остатки. Как бы использовал все. Все я не клеил еще по одной причине, потому что я все боялся, что дверь слишком тяжелой будет, так как это трехдверка, двери длинные. И, собственно, я заклеил самые проблемные места. Вот здесь. Самые проблемные места, которые звенели когда-то давно, потому что обшивки я снимал много раз, сменял много динамиков, и каждый раз я постепенно это все дело дорабатывал. То есть вот это место проблемное, здесь плоскость большая я заклеил, вот полосочка, вот здесь вот, вот так вот. Ну и, собственно, вроде нормально, ничего не гремит, не звенит, конечно, зависит от того, какой злой динамик стоит в дверях. Вот. И сейчас, собственно, я... И сейчас, собственно, я вот доклеил еще шумки. Пупыристый, бугористый вот такой. Здесь, здесь. И теперь здесь все по фуншую. Тут и раньше, вот, кольцо я клеил из такого же шумопоглощающего материала. И подиум как раз прижимал в этих местах по периметру, и звук шел именно куда надо, и под обшивку он не попадал. Ну, а сейчас прям здесь совсем все хорошо стало. Значит, в этот раз, когда вот я снимал обшивки, я, как вы видите, собственно, это штатные сетки, которые... Летает конструкция одна вместе с картой, они не снимаются. И что в этот раз я с ними сделал? Я дрелью просверлил, увеличил отверстия, сделал их диаметром побольше. Представляете, вот сколько я ебался с этим. Здесь тысячи этих дырок. Каждую просверлил, ну, чтобы, так сказать, звуку было полегче пройти. И вот здесь, по краю, дырки не были просверлены. Здесь сплошняком был пластик. Ну, то есть, сеточка такая была, но сквозных отверстий не было. И по периметру я вот тоже все засверлил. И теперь они, можно сказать, сетки даже лучше, чем поставляются с динамиками стали, такие металлические, потому что отверстия здесь получились больше. Вот так теперь это выглядит. По краям теперь тоже отверстия, которых здесь не было. У кого точно такая же машина и обшивки, можете сравнить, посмотреть, как было в штатном этом виде все выглядело и как это выглядит теперь сейчас. Ну, на этом, наверное, видео заканчивается. Заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok